Сегодня после заседания ЦИК стало известно, в выборах президента Приднестровья будут участвовать два кандидата. Третий не зарегистрирован. Малышев не смог предоставить для проверки ЦИК нужное количество подписей в свою поддержку. Неделю назад Малышев в последний день приема подписей за 10 минут до окончания рабочего дня принес подшитые подписные листы. На протокольном листе была цифра 7524 подписи. Сам Малышев подписал протокол и ЦИК принял его 7500 подписей. При этом по закону кандидат должен собрать подписи в свою поддержку минимум 2% от избирательной базы. Если перевести это в подписи, то их должно быть 8105, не меньше. На первом заседании рабочей группы Малышев первый и последний раз пришел и даже просил округлить 1,85% подписи до целого числа, до 2%. В итоге Малышев признал, что подписей недостаточно. Кандидатам неоднократно предпринимались попытки получения от рабочей группы отказа в регистрации. Могу дословно процитировать, что он говорил. Мы все понимаем здесь, что я собрал меньше подписей, чем требуется. В связи с чем я готов получить отказ. Вместе с тем рабочая группа не остановила проверку. Мы обязаны подвергнуть соответствующей проверке в рамках избирательного кодекса, что в принципе нами было сделано. Рабочая группа отдала 30% от того, что смог представить Малышев на проверку. В итоге недостоверными признаны 616 подписей. Что любопытно, 140 фамилий в подписных листах – это несуществующие, выдуманные люди. Таких сочетаний фамилий, имен, отчеств среди приднестровцев нет. Фиктивных подписей было обнаружено 140. То есть это несуществующие лица вообще? И 5 еще умерших. Насколько я понимаю, кандидат не желал проверки подписных листов паспортным отделом и экспертами. Рабочая группа еще не приступила к проверке. И, видать, это и было целью кандидата – не дать возможности рабочей группе приступить к проверке. После проверки у Малышева осталось только 6901 подпись. Он не смог собрать и принести в ЦИК не менее 8105 действительных подписей избирателей, чтобы ему хватило для регистрации. В итоге ЦИК принял решение об отказе в регистрации Николая Малышева в качестве кандидата на пост главы государства в связи с предоставлением менее 2% подписей от числа избирателей, а также ввиду недостаточного количества достоверных подписей избирателей для регистрации. – Скажите, вот вы приглашали кандидата, потенциального кандидата и так далее. Он объяснял, кто ему препятствовал и какие были препятствия для того, чтобы он не использовал то право, которое дает ему законы в сборе необходимого количества подписей? – Опять же, я процитирую кандидата. Достоверно было сказано так – собрали, что могли. То есть он не отрицал, что он предоставил ЦИК меньшее количество подписей, чем требует закон. То есть кандидат не использовал свое конституционное право на сбор подписей, не более того. Тем самым, с моей точки зрения, это похоже на некую провокацию. На сайте Центра избиркома разместили сообщение, что сегодня рассмотрят документы кандидатов Николая Малышева и Сергея Панзаря. Однако Малышев не отвечал на звонки и не пришел. Только сегодня ему звонили шесть раз, и он не ответил. ЦИК запросил у оператора связи распечатку звонков, исходящего номера Центра избиркома, на тот номер, который Малышев оставил как свой личный контакт. До этого всю неделю на номер Малышева звонили еще 18 раз. Один раз Малышев ответил. Сегодня было озвучено, что на неделе прошло три заседания суда по делу Дируна. Суд признал действия Центра избиркома законными. И сегодня же ЦИК зарегистрировал кандидатов президента Сергея Панзаря. Он предоставил 10 966 подписей. Это 2,7% от избирательной базы. У Панзаря нашли 523 недостоверные подписи. Были такие нарушения, как избиратель не указал год рождения или подпись была оставлена не избирателем, а кем-то посторонним. В итоге оставшихся подписей хватило, чтобы Панзаря зарегистрировать.